Увеличь шанс в бесплатном розыгрыше и выиграй танк! Ссылка в описании. На ватшоп залетай и друзей приглашай. Проще, чем арту отыскать. Джекпот каждый может сорвать. Рекомендую мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику «Бешеные олени». В очередной раз я доставил вам порцию неадекватов. Гоу смотреть. И что же произошло? Взвод из двух неадекватов на артиллерии преднамеренно убивает своих союзников. Ну, это полное жесть. Просто мрази какие-то. Вот посмотрите, выстрелил в КВ-2, нанес ему огромный урон в корму. КВ-шка после этого, конечно же, уничтожает эту артиллерию. Ну, естественно, если по тебе выстрелили, то нужно в ответ выстрелить. Особенно при таком количестве ХП, которое эта арта смогла снести. Но нашелся неадекват красненький, который счел это неправильным. Ну, он, скорее всего, вообще не понял, что тут произошло. Но пострелять-то надо. Надо же выстрелить по кому-нибудь. И БАЗ убивает этого КВ-2. Нику Т-150 добей 72. Просто замечательный кадр. Красненький игрок. Ну, главное, что пострелял по своему. Жизнь удалась. И это еще не все. Второй неадекват на Хумеле выстрелил по КВ-шке и, опять же, нанес ей огромный дамаг. Ну, КВ-шкам нужно было изначально понимать, после первого выстрела, что этот взвод – это бешеные лени. И они вот так вот будут действовать. К тому же арта выстрелила в начале, но промахнулась. Но КВ-2 на это никак не среагировал. Идем далее. В начале боя Скорпион столкнулся со своим союзником на Панзер-58 Муц. И после чего взял и выстрелил по нему. Нанес колоссальный урон. Все-таки альфа у Скорпиона, сами понимаете, огромная. И после чего свалил, как ни в чем не бывало. Естественно, Муц после такого сагрился и пошел ответочку давать. Ну, этот Скорпион явно виноват. То есть, ну, обычное столкновение, ничего в этом нету. Там много ХП не потерялось, времени тоже много не потерялось. Все равно он на кустовой ПТ-САУ, куда ему там спешить. Но тем не менее, вот такой вот неадекватный, озлобленный, психованный игрок на Скорпионе взял и начал конфликт. Нанес Муцу огромный урон. Ну и после чего еще уезжает от него. Две плюхи дал и думает, что на этом все закончилось. Естественно, когда отдаешь такую альфу союзнику, то он вряд ли уже сможет такой тебе простить. Далее у нас Т-54Е1. В начале боя ехал на гору. Ну и врезается он тут в артиллерию 212А. Ну опять же, похожий момент. Ну да, игрок, конечно, не совсем внимательно ехал вперед и столкнулся с артиллерией. Но посмотрите, что делает арта. Она дает ему плюху на 1386 урона. Сносит практически почти все ХП нашего героя. Он становится шотным. Ну и после такого хочется, конечно же, отомстить. И комминг забирает арту. Психованный игрок на арте. К сожалению, таких все больше и больше становится. Ну не только на арте. На разных классах техники. Берут, ну стоит их чуть-чуть там дотронуться. До них такие вот неприкасаемые они. И сразу же начинается стрельба по тебе. Ну им пофигу как бы на результат боя, который тут будет. Им все равно победа, поражение, какой урон там будет. Главное показать, что ты вот такой вот крутой можешь взять и выстрелить по союзнику в случае чего. Вот бы так стрелял бы он по врагам. Но жалко не умеет. Идем далее. Тут Т-34-85. Я встал в пусты. Ну а что еще делать? Других СТ тут и нету. И одному ехать умирать, ну это будет глупо. Но видимо арта посчитала, что СТ-шка действует неправильно. Поэтому нужно ее уничтожить. Ну и конечно же ваншотит она свою союзную СТ-шку. И наверняка, ну вот этот игрок на артиллерии, он думает, что он совершенно правильно все сделал. Ну просто взял, прикончил своего союзника и все в порядке. Идем далее. Посмотрите внимательно, что делает этот игрок на сушу 122-44. Он в начале боя встал сзади Скорпиона. И можно сказать так, ну изрядно помешал ему отъехать. То есть повезло Скорпиону, что ему не нанесли урона. Ну то есть сам он встал на сушке сзади. Преградил путь отступления для Скорпиона. И после этого подъехал и выстрелил по Скорпиону, считая, что Скорпион в чем-то виноват. Скорпион после такого, конечно, подгорел, дает плюху ответную. Но сушка продолжает, в общем-то, агриться. Полный неадекват. То есть он сам сблокировал игрока в начале боя. И потом ему за это еще дал плюху. Но это же полный дурдом. Чем он там смотрит вообще, непонятно. Как можно так действовать, стрелять по союзнику и при этом, ну, кардинально быть неправым в данном моменте. Это полное безумие и ужас. Как такое, ну, можно допускать. К сожалению, пришлось его устранить. Потому что он мешал играть и продолжал стрелять. Хотя Скорпион пытался как-то этот конфликт погасить. Но не получилось, к сожалению. Но этот неадекват на сушке меня лично выбесил. То есть сам виноват. И еще и за это по союзникам стрелять. Далее ИСУ-152 стреляет по СТ-1 и взрывает ему боеукладку. Вы, наверное, скажете, что это случайный выстрел. Но на пути не было там вдалеке каких-то врагов. ИС там был за домом, его не видно было. СТ-1 стоял на одном месте. Он не двигался никак практически. ИСушка долго стояла сзади. И потом выстрелила. Он, видимо, подумал, почему бы не стрелять по союзнику. Посмотрим, что будет. Ну и вот оторвало ему башню. Идем далее. АМХ-50-100. Ничего, в общем-то, не писал в начале боя. Едет он спокойненько на центр. И тут получает плюху от своего союзника на японский тип 4-хэви. Ну просто жесть. То есть ты можешь начать бой с желанием тащить. С желанием получить какое-то удовольствие. И тут попадается вот такой вот неадекватка. Который вообще с какого-то фига начинает по тебе стрелять. К тому же у него там зелененькая стата. С какого перепуга он начал стрелять по союзнику вообще непонятно. Хотя лично мне становится ясно. У него 54 тысячи боев. То есть, скорее всего, игра его уже настолько задолбала, что он стреляет по союзникам. Ну тогда зачем он играет, продолжает наигрывать бои? Я не понимаю. То есть, если ты уже 54-к боев наиграл и до сих пор там горишь и винишь союзников в этом. То не играй дальше. Все просто довольно-таки. Не будешь бомбить или там перерыв сделай годик. Ну, такие люди они будут гореть и играть по 54 тысячи боев. Просто жесть. Но вот в этом моменте Т-54 облегченный пытался подстретить, но у него не вышло как-то. И вся команда, ну не вся команда, а несколько неадекватов, у которых вроде как и неплохая статистика. Но, естественно, они себе как бы ничего не представляют толком. Они начали винить бедного пацана за то, что он что-то не так сделал. Там, может быть, он не самый грамотный светляк, он не совсем правильно все сделал. То есть, ему надо было в дальний курс вставать, пробовать светить. Но и то он пытался светить. То есть, он пытался что-либо сделать. И, в принципе, если бы кто-то из врагов так по краю там ехал, можно было засветить. Но, в итоге, его начали обзывать ни с того ни с сего. Единственный светляк, заметьте, который начал что-то делать. Другие вообще просто там сзади стоят и даже не пробуют особо светить. И при этом его все обвиняют. То есть, вот эта вот агрессия на ЛТшек сейчас, она достигла эпогея. То есть, все игроки, ну, такие вот неадекватные, ненормальные, которые хреново играют, откровенно, они начинают винить в первую очередь светляка. Да, в некоторых моментах светляки действительно где-то тупят, неправильно что-то делают. Но, когда человек пытается светить, и, в принципе, ну, он сделал относительно все нормально. То есть, бывает еще и хуже, когда просто чувак едет и сливается в начале боя. Его еще и за это обзывает. То есть, класс техники просто, я не знаю, умер в припадках. Потому что ты пробуешь что-то делать, пробуешь светить, а тебя еще и ругают за это. И могут еще и убить. То есть, какая-то фигня полная. Ну, и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok